Ежегодное обращение лидера государства к парламенту – программный документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Отклики на его речь продолжают поступать. В своем послании президент страны отметил, что прежде всего намерен сосредоточиться на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Мы очень внимательно следили за разделом, связанным с развитием сельского хозяйства. Мы увидели значительную корреляцию с майскими указами Владимира Путина. Это прежде всего наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса. Поэтому мы увидели, что существует прямая взаимосвязь с ростом экспорта и производительностью в сельском хозяйстве. И, в принципе, я думаю, что Чувашская республика готова к тому, чтобы обеспечить рост экспорта продукции сельского хозяйства. Например, возможно увеличивать отдачу от каждого гектара земли. Вот в этом году в Кипиагра 60 центнеров с гектара мы уже получали урожай пшеницы. Это, в принципе, достаточно реальная цифра. Ее можно увеличивать в будущем в течение пяти лет. Я думаю, многие хозяйства республики способны достичь такого результата. Очень конструктивное, динамичное послание. Мне очень близка и понятна тема, связанная с развитием предпринимательской деятельности. Было сказано то, что нужно менять все, что ограничивает предпринимательскую деятельность, улучшает деловой климат в стране. И в связи с этим, что будут пересматриваться законодательные нормы, будет меняться правоприемная практика, будут меняться правила, нормативы, требования контрольно-надзорной деятельности. Конечно, это же все очень замечательно. Важно, что были озвучены конкретные сроки. Это будет происходить в течение двух лет. И все это будет происходить с обязательным привлечением бизнеса общества. Правительство обозначило основные направления развития. И мы, в свою очередь, молодежь Чуваши, готовы использовать все предоставляющиеся возможности для самореализации. Мы в составе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» занимаемся сохранением исторической памяти. В частности, мы проводим такие мероприятия, как «Свеча памяти», «Бессмертный полк», также проводим «Дни Героев Отечества». Наша молодежь очень активна. И среди нас очень много волонтеров, людей по-настоящему неравнодушных к тому, что происходит вокруг нас. И хочется сказать то, что ребята наши принимают участие в различных мероприятиях. Не только в социальных, но и в мероприятиях, которые связаны с сохранением исторической памяти, как «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Дни Героев Отечества». Также много молодых людей, которые выезжают на раскопки. Также немало людей, которые занимаются медицинским сопровождением в госпиталях.